Итак, друзья, приветствую вас на канале Million Car. Это вторая часть самых дешевых и живых автомобилей в Польше. А сейчас мы переходим к рассмотрению этих автомобилей. Меня зовут Вадим, а мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, начинаем рассмотрение автомобилей. Вот этот вот ряд. Тут еще достаточно живые автомобильчики продаются. Так, и переходим к рассмотрению первого автомобиля. Напоминаю, что доллар сегодня стоит 4,70. Вот 4 злотых, 70 грош. Ну, а мы переходим к рассмотрению первого автомобиля. Так, что это у нас такое? Это у нас идет лянча, да? Вот в таком серебристом цвете, друзья. В достаточно живом таком состоянии. Давайте рассмотрим быстренько данные. Это у нас лянча Муса 2008 года. 1,4 бензина в двигателе. Стоит эта машина 3,5 тысячи злотых. Это у нас 740 долларов стоит. Вот такая вот лянча, друзья, 2008 года. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. А мы переходим к рассмотрению салона. Погнали! Итак, что здесь у нас по салону? Два стеклоподъемника, электронная рулеровка зеркал, руль. Руль слегка подизношен, но еще в живом состоянии. Механическая коробка передач, шестиступка. Есть климат-контроль, есть кондиционер, друзья. Подогрев заднего стекла. И что у нас по салону? Салон в живом таком состоянии, да? Такая вот типа ткань с такой строчкой, друзья. Нет, для 2008 года вполне интересный автомобиль, да? Вот. И вот такая вот у нас панелька идет по центру торпеды. Вот. Давайте рассмотрим быстренько, что там у нас сзади. Вот. Так. Ну, здесь у нас, конечно же, как обычно, стоят весла. Весла это классика у нас. Вот. И, 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 и. И вот машинка вот такая вот сзади у нас. Вот. Неплохо, неплохо. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Итак, что здесь у нас уже идет следующее на продаже? Здесь у нас старенький, очень старенький Fiat, кузовый хэтчбэк. Но, опять же, ни ценника ничего нет. Вот. Ну, а мы переходим, наверное, к следующему автомобилю. Что здесь у нас идет следующее на продаже? Это у нас идет Peugeot. Но Peugeot 307 в кузове хэтчбэк, две двери. В живом, очень живом таком состоянии. Вот. И давайте рассмотрим данные. Так. Это у нас Peugeot 307. 2002 года. 297 тысяч пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина 4300 злотых. Это у нас 900 долларов. Вот такой вот Peugeot. Вот такой вот Peugeot. В таком вот цвете, в таком вот состоянии, друзья. Ну, а давайте рассмотрим салон. Салон у нас, конечно же, закрыт, друзья. Давайте попробуем с другой стороны. Может, это нас спасет, так сказать. Не, нифига. Полностью закрытая машина. Так. Ну, что по салону? По салону у нас полукожа, полуткань. Механическая коробка передач. Без подлокотника. Два стеклоподъемника. Кондиционер, друзья. И руль, руль еще более-менее в таком, я вижу, в живом состоянии. А вот водительское сидение немножечко, ну, как сказать, немножечко, немножечко порвано. Вот. Ну и задний ряд, конечно же, есть. Вот такой вот, друзья, автомобиль. Ну, а мы, наверное, переходим к следующему автомобилю. Так. Здесь у нас идет тоже Peugeot 307. В кузове хэтчбэк, но уже 4 двери. И зачитаем данные. Так. Peugeot 307. 2002 года. 273 тысячи пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина 4500 злотых. Это у нас плюс-минус 980 долларов. Стоит эта машина 980 долларов, друзья. Вот такой вот автомобиль. Вот. В очень живом таком состоянии внешне. Ну и давайте рассмотрим салон. Так. Что здесь у нас по салону? По салону у нас здесь, конечно же, идут тканевые, тканевые, живые сидения. Два. Два подлокотника дали. Руль. Руль, конечно, подизношен. Два стеклоподъемника. Электронная рульнировка зеркал. Вот. Механическая коробка передач 5 ступка. Магнитолы, к сожалению, нет. Есть кондиционер. Подогрев заднего стекла. И вот, конечно же, задний ряд. Ну, достаточно много места в этом автомобиле. В целом, в целом, неплохой автомобиль для своих денег. Вот. А мы переходим... О! А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Погнали! Так. А здесь у нас уже идет Citroen. Крыло немножко было подвито. Но ничего страшного. Вот. В кузове хэтчбэк. Так. Ну, а давайте зачитаем, наверное, данные. Так. Это у нас Citroen C2. В кузове хэтчбэк. Две двери. 2003 года. 195 тысяч пробега. 1.1 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3,5 тысячи злотых. Это у нас 740 долларов. 740 долларов стоит вот такой вот, друзья, Citroen. Да? Вот такой вот городской небольшой Citroen. Давайте рассмотрим салон. Погнали! Так. Что здесь у нас по салону? Оранжевый такой ярко выраженный салон. Немножечко видно прокуренный. Но ничего страшного. Ну, как прокуренный? Продырявленный, блин. Так. Здесь у нас идет два стеклоподъемника. Есть. Что у нас еще есть? Есть. Механическая коробка передач 5-ступка. Есть кондиционер. Очень-очень хорошо. Вот. Два сидения. И вот такой вот в целом салон, друзья. Так. А что у нас есть? Электронная рулировка зеркал. Да, есть электронная рулировка зеркал. Очень хорошо, друзья. Вот такой вот автомобиль. За свои, друзья, деньги. А мы переходим дальше. Так. А что здесь у нас? Это у нас Mitsubishi Kolt, да? Давайте рассмотрим данные. Так. Это у нас Mitsubishi Kolt 96-го года. 1.3 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3000 злотых. 3000 злотых это у нас. 640 долларов стоит вот такой вот Mitsubishi Kolt, да? Но неплохо, неплохо. Небольшая вмятина на крыле. Но это ничего страшного. А в целом, в целом, живой достаточно кузов, друзья. Вот такой вот небольшой маленький хэтчбэк для города. Давайте рассмотрим салон. Так. Что здесь у нас имеется? Конечно же, два весла. Вот сиденье. Сиденье в достаточно живом таком состоянии. Даже сзади. Сзади тоже хорошо. Вот механическая коробка передач. Пятиступка. Вот магнитола стоит неродная, сидишная. Что здесь у нас еще есть? Подогрев заднего стекла, кондиционера. Я, к сожалению, не наблюдаю, друзья. Вот такой вот автомобиль. Вот такой вот Mitsubishi Kolt. Немножечко бедный. Вот такой вот в живом состоянии. Как внешне, так и внутри, друзья. Вот такой вот городской хэтчбэк. Ну да ладно. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Погнали. Так. А здесь у нас идет уже Renault Megane 2. В кузове хэтчбэк две двери. В таком вот синем цвете, друзья. Вот состояние кузова еще достаточно такое более-менее живое. Да как более-менее живое? Как мы знаем, тут большинство деталей из пластика. Вот. Ну да ладно. Давайте рассмотрим данные. Так. Это у нас Renault Megane 2 2003 года. 348 тысяч промега. 1.5 дизельный двигатель. Стоит эта машина 4000 злотых. Это у нас 850 долларов. 850 долларов стоит вот такой вот, друзья, хэтчбэк для города. Так. Давайте рассмотрим, друзья, салон. Так, друзья, что здесь у нас имеется по салону? Ох ты, ё-моё, какой ручник. Как он ярко выраженный. Так. Здесь у нас, конечно же, имеется люк. Вот. Сверху я так и не понял. А, панорамная крыша, друзья. Это сильно. Это сильно. Есть два стеклоподъемника. Электронная рульеровка зеркал. Не хватает ручки, но на любой разборке можно... Хе-хе-хе-хе-хе, неплохо. Ладно. Руль. Руль немножечко, видно, под изношен. Его все уже обтянули чем-то. Здесь у нас, конечно же, что у нас еще имеется? Кондиционер есть. Машина заводится с кнопки старт-стоп. Вот. Есть центральный замок, механическая коробка передач. И состояние салона еще в достаточно живом состоянии. Но сидение не мешало бы немножечко почистить. Вот. Вот такой, друзья, автомобиль. За свои деньги. Вот. Так что как-то так. Ну что, а мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Так. А здесь у нас уже идет... Это у нас Fiat Punto, если не ошибаюсь. В кузове хэтчпэк. Две двери в таком белом цвете. Состояние кузова еще в живом таком состоянии. Вот. Давайте рассмотрим данные. Это у нас Fiat Punto 2007 года. 1.3 дизельный двигатель. Стоит эта машина 2800 злотых. Это у нас, друзья, 600 долларов стоит вот такой вот автомобиль. Вот. Давайте рассмотрим салон. Погнали. Так. Что здесь у нас по салону? Здесь у нас, конечно же, есть два стеклоподъемника. Руль. Руль слегка подизношен. Пахнет, если честно, приятно. Сидение вот такого вот формата. Сзади непонятно, что происходит. Ну да ладно. Вот. Что у нас еще имеется? Здесь у нас имеется... Так. Подогрев заднего стекла. Кондиционер. Я почему-то... Не. Кондиционер, друзья, я не наблюдаю, к сожалению. Механическая коробка передач, пятиступка. Но хоть за стеклоподъемники уже спасибо. Вот. Уже хорошо. Вот такой вот, друзья, автомобильчик. Ну а мы переходим к рассмотрению следующих автомобилей. То есть вот этого вот ряда. Итак, друзья, здесь у нас уже идет Nissan Premier в кузове универсал. Вот такой вот автомобильчик, друзья, в очень живом таком состоянии внешне, по крайней мере. А, к сожалению, таблички я не наблюдаю. Да, таблички, к сожалению, нет. Ну да ладно. Вот такой вот автомобиль 2000-х годов. Выглядит как будто, знаете, 2005-2008-2008, где-то вот так вот. Ну да ладно. Давайте перейдем к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Opel Astra в кузове универсал. Вот такой вот ядерного синего цвета. Давайте рассмотрим данные. Это Opel Astra 1999 года. 244 тысячи пробега. 1.6 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас 640 долларов. 640 долларов стоит. Вот такой вот Opel, вот такой вот Opel. И внешне, я вам скажу, даже не гнилой. Реально не гнилой. Хоть мы и знаем, что эти машины очень часто гниют. И очень быстро гниют. Но это еще в живом состоянии. Давайте рассмотрим салон. Ладно. Не получилось. Здесь получится с другой стороны. Обычно это работает. Так. Тут не получилось. Ну да ладно. Так, рассмотрим салон. Что здесь у нас по салону? Сейчас с другого ракурса зайду. Итак, что здесь у нас имеется по салону? По салону у нас тканевый салон. Механическая коробка передач. Пятиступка, друзья. Два стеклоподъемника. Вру. Четыре. Четыре стеклоподъемника. Подлокотник нет, к сожалению. Кондиционер. Кондиционер дожидали? Охренеть. Нет, друзья. Тут хорошая комплектация, в принципе, Opel. Четыре стеклоподъемника. Ну, в принципе, неплохо. Как для машины 99-го года. Вот такой вот автомобиль. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Погнали. Так. Что здесь у нас имеется? А здесь у нас имеется Ауди. Но, опять же, без ценника. Без ценника. Вот. Кузове универсал. Это Ауди А4. Вот. Вот такое вот состояние. Коробка автомат. Два стеклоподъемника. Электронная рулировка зеркал. Тканевые сидения, друзья. Ну, и руль немножко подизношен. В общем, друзья. Вот такая вот Ауди. Здесь тоже на продаже. Но ценника пока нет. Ну, да ладно. А что здесь у нас дальше имеется? Тоже Ауди. Ауди А4 точно так же в кузове универсал. Вот. А давайте рассмотрим быстренько, что тут у нас в салоне. Тоже без ценника. Так. Ну, здесь у нас дали 4 стеклоподъемника. Дали кожаные сидения. Они, конечно, подизношены. Вот. Дали подлокотник. Вот. Кондиционер. Все, друзья, как надо. Вот. И 350 тысяч пробега, судя по всему, я вижу. Вот здесь вот. И руль немножко подизношен. Руль у нас идет, получается, от, как он там называется, S-версии, я так полагаю. Вот. Даже от ковры точно так же. Вот электронная релевка, зеркал, центральный замок, друзья. Но, опять же, ценника нет. И механическая коробка передач. Сейчас посмотрим, какая. Пятиступка, друзья. Вот такой вот, друзья, автомобиль. Ладно. Давайте перейдем к рассмотрению тех автомобилей, на которых есть ценники. Так. А здесь у нас уже идет Ford Focus. Ford Focus красного цвета в универсале, друзья. Давайте рассмотрим, что у нас идет по данным. Так. Это у нас Ford Focus второго поколения в кузове универсал 2005 года. 1.6 дизельный двигатель. Стоит эта машина 4,5 тысячи злотых. Это у нас 960 долларов, друзья. 960 долларов стоит вот такой вот Fordец. Вот такой вот Fordец. Конечно, по салону, вернее, как по салону, по кузову. По кузову есть, конечно, необходимые работы, но он еще не гнилой. То есть, друзья, очень хороший, в принципе, автомобильчик. Ну, давайте рассмотрим салон. Так, друзья, что здесь у нас по салону? Сразу видим два стеклоподъемника. Немножечко под изношено водительское сидение. А так, в целом, в неплохом состоянии. Но, опять же, тканевое сидение, их надо почистить. Вот, руль. Руль под изношено. Мультимедиа, получается, под рулем. 345 тысяч пробега, друзья. Вот. Стоит, получается, у нас родная сидишная магнитола. Есть кондиционер. Вот. Механическая коробка передач 5 ступка. Подлокотник они, конечно же, не дали. Но дали вот такой вот карман. И дали два таких вот подстаканника. Вот такой вот, друзья, стоковый, стандартный. У нас фордец. Так что, как-то так. Так. Ну, доброе. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Так. А здесь у нас идет уже чипованный. Чипованный отпилек, насколько я знаю. Вот. Тут, получается, стоит 3-х литровый дизельный двигатель. Вот. На таких вот тапках он стоит. Немножечко боевой, но ничего страшного. В черном таком цвете тонировкой. Вот. Есть даже люк. Вот. Ну, понятно. Это у нас Opel Vectra C. Кузове Universal. В-6 это 3-х литровый сидишный двигатель. То есть, дизель. Вот. Две такие вот трубы. Вот. Ну, опять же, давайте рассмотрим данные. Так. А что данные? А данные, данные, данные. Оценников у нас нет. Ну, быстренько заглянем в салон. Хоть посмотрим, что здесь у нас имеется внутри. Так. Ну, видим сразу. Тут жирная комплектация. Электронная, получается, регулировка сидений даже есть. Электронная регулировка зеркал. То есть, 4 стеклоподъемника. Мультимедиа на руле. Коробка-автомат. 293 тысячи пробега. Кожаная мать его сиденья. Руль. Руль в очень живом таком состоянии. Дали подлокотник. Ну, друзья, честно скажу вам. Это жирный автомобиль. Очень приятно в его управлении. И если тут действительно чип стоит. Ну, то есть, машина валит. Как сказали ребята, которые продают эти машины. Машина хорошенько валит. Только, к сожалению, цены мы пока не знаем. И конкретно видим, что это Vectra C на дори и стал. В общем, вот такой вот автомобиль. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Так. А это у нас шведы. Это у нас тоже распространенный автомобиль в Польше. Это Volvo. Volvo V40. В кузове универсал 2000 года. Это 218 тысяч пробега. 1,8 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 4000 злотых. 4000 злотых это у нас 850 долларов. Друзья, 850 долларов. В очень живом таком состоянии Volvo. Их очень много в Польше, поэтому запчасти вы всегда на них найдете. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по салону. Так. Видим сразу идет два стеклоподъемника спереди. Вот. Сзади, к сожалению, нам не дали стеклоподъемников. Сзади у нас идут весла. Полуткожа, полуткань. Получаются вот такие вот сидения. Немножечко порвано водительское. А так, в целом, салон в неплохом состоянии. Руль. Руль, конечно же, подизношен. Есть кондиционер. Есть механическая коробка передач 5 ступка. Вот. Ну, и далее, конечно же, вот такой вот кожаный подлокотник. Ну, друзья. Честно скажу, за 850 долларов, честно, охрененный автомобиль. Вот я бы взял такой чисто вот кататься. Сработает домой отлично. Просто прекрасно. Ну, да ладно. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас Mazda 6, в кузове Universal. Опять же, данные. Данные надо, чтобы прочитать, надо проникнуть его внутрь. Взять табличку. Повешать. О, повешали. А теперь можно засчитать данные. Так. Ну, салон я уже вам показал. Хорошо. Так. Окей. Рассмотрим этот автомобиль. И рассмотрим данные. Это у нас Mazda 6, 2003 года. 235 тысяч пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина 4300 злотых. Это у нас 910 долларов стоит вот такая вот Mazda, друзья. Вот такая вот Mazda. Так. Давайте обратим внимание сразу на пороги. Поскольку у этих машин страдают всегда, всегда, всегда пороги страдают. Но нет. Ребят, это живой экземпляр. Вот мы имеем за 900, грубо говоря, долларов. То есть, живая реально машинка, друзья. Хм. Это не может нас не радовать. Хм. Живая по кузову Mazda? Удивительно. Ладно. Давайте рассмотрим салон. Так. Мягко, мягко. Приятно открывается дверь, если честно. Так. Видим вот такой вот кожаный, типа обтянутый, даже не обтянутый, кожаный такой вот руль. Немножечко под изношен, но ничего страшного. Далее подлокотник. Живые тканевые сидения. Живые, реально живые тканевые сидения. Вот. 4 стеклоподъемника. Электронная рулеровка зеркал. И механическая коробка передач. Судя по всему, 5-ти ступка. Да. Или 6-ти ступка. Не знаю. В общем, друзья, надо будет проверять, смотреть. И два подстаканника вот так вот дали. Есть, конечно же, кондиционер, друзья. Вот. Ну. И что у нас еще имеется? Вот. А, собственно, на этом все, друзья. Вот. Неплохой автомобиль. Вот. Сзади салон. Салон очень живой. Я вам скажу. Приятно пахнет. И вообще в целом. В целом отличный автомобиль. Вот эту Мазду можно смело забирать. Как по мне. Вот. Приятный автомобиль. Ладно. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Ну, здесь у нас уже идет, здесь у нас идет Opel Vectra C. Тоже в кузове универсал. Вот. Не такая, конечно, заряженная, как вон та, например. Но, тем не менее. Давайте рассмотрим данные. Это у нас Opel Vectra C 2004 года. Это 250 тысяч пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина. 4800 злотых. Это у нас, грубо говоря, 1000 долларов. 1000 долларов стоит вот такой вот Opel. Вот такой вот Opel в кузове универсал. Состояние кузова еще достаточно живом таком состоянии. Вам скажу. Надо только помыть. Вот. Обойдем сзади. Ну, вот такой вот неплохой автомобиль. Тоже дорестал, друзья. Вот. Давайте обратим внимание на салон. Так. Что здесь у нас по салону, друзья? Ох ты, е-мое. Так. Ну, салон, я сразу скажу. Немножечко продавлено водительское сидение. Но не мешало бы почистить. Не мешало бы почистить. Руль. Руль, конечно, слегка подизношен. Ну, как слегка подизношен? Обдертый. Уже сняли обшивку, которую обшивали. Ну, да ладно. Четыре стеклоподъемника. Электронный рулер. Ругой зеркал. Вот. Сидение. Сидение регулируется. Не. Уже не так. Не поэлектронному, как в том. Вот. Далее подлокотник. Механическая коробка передач. Пятистопка. Есть кондиционер, друзья. Вот. Вот такой вот салон, друзья. Вот такого вот автомобиля. И уже стоит неродная магнитола. Саук, друзья, подключением. Вот такой вот автомобиль, друзья. Ну, как по мне, неплохо. Неплохо. Ну, да ладно. А мы переходим к рассмотрению. Следующего автомобиля. Так. Это у нас уже идет. Тоже очень много таких машин в Польше. Давайте рассмотрим данные. Это у нас Citroen C5. В кузове седан 2001 года. Это двухлитровый бензиновый двигатель. Стоит эта машина 4000 злотых. 4000 злотых это у нас, грубо говоря, 850 долларов, друзья. 850 долларов стоит вот такой вот Citroen. В живом таком состоянии. Реально внешне живое состояние. Вот такие вот титаны. Такие вот титаны. И давайте рассмотрим, что здесь у нас по салону. Так, друзья. Что у нас по салону? По салону у нас вот такая велюровая обшивка. Велюровое сидение в очень живом состоянии. Руль. Руль чем-то обтянут. Ну, ничего страшного. Ну, вот. Четыре стеклоподъемника. Электронная рульеровка зеркал. Так. Есть, конечно же, у нас механическая коробка передач 5 и ступка. Сзади вот салон. Да. И есть, конечно же, у нас кондиционер, друзья. Вот. Но подлокотник, к сожалению, не дали. Вот такой вот автомобиль. В живом таком состоянии за 850 долларов. Вот такой вот, друзья, автомобильчик можно купить здесь во Вроцлаве. Достаточно дешево и очень даже комфортно. И фары даже еще в таком... Даже не мутные фары. Обычно у них фары быстро мутнеют. Ну, да ладно. Именно конкретно у этих машин. Так. Ну, а мы рассмотрим следующий автомобиль. Так. Это у нас идет Ford Focus, да? Второго поколения. Так. Ford Focus второго поколения. 2007 года. В кузове универсал. 225 тысяч пробега. 1.5 дизельный двигатель. Вру. 1.6 дизельный двигатель. Стоит эта машина? 7 тысяч злотых. Это у нас полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов за вот такой вот, друзья, фокус. За такой вот фокус в темно-синем таком цвете. Так, друзья. Ну, состояние кузова действительно внушает доверие. То есть, внешне машина живая. Внешне машина живая. Давайте рассмотрим салон. Так. Что здесь у нас по салону, друзья? Хорошая комплектация. 4 стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Здесь у нас, конечно же, идет 225 тысяч пробега. О, неплохо. Тут уже, что так сказать, по-современному. Руль. Руль еще более-менее в живом состоянии. Немножечко подизношен. Вот. Как для 200 тысяч. В принципе, в нормальном состоянии руль. Дали подлокотник. Механическая коробка передач. 25 ступка. Конечно же, есть кондиционер, друзья. Подогрев заднего стекла. И вот такая вот, друзья. Вам тут дали вот такую вот нитимедию. Да. Вот такой вот стандартный, так сказать, сидишный. Сидишная магнитола. Вот этот салон. Вот он сзади. Если что-то видно, в принципе. Вот такой, друзья, автомобиль. Имеется здесь и сейчас на продаже. Вот. Очень живой фокус. Ну, вот в принципе. Неплохо. Неплохо. Ну, а мы переходим к рассмотрению, наверное, следующего автомобиля. Так. Это у нас идет уже. Мазда шестерка. В таком ядерном красном цвете. Опять же, обращаем внимание сразу на пороги. В принципе, тут какие-то работы проводились по порогам. Ну, ладно. Ну, да ладно. Ничего страшного. Вот. Итак. Смотрим, что здесь у нас идет по данным. Это у нас Мазда шестерка. В кузове универсал 2003 года. 274 тысячи пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина 4300 злотых. Это у нас 910 долларов. 910 долларов стоит вот такая вот Мазда шестерка в кузове. Универсал. Такая вот живая, да, я вам так скажу. Вот. Ну, в принципе, как по мне, за 900 долларов, в принципе, нормально гасать. Давайте рассмотрим салон. Так. Что мы имеем по салону? Имеем по салону, к сожалению, два стеклоподъемника. Руль, руль практически как новый. На удивление, да? Живые такие вот сидения. Живые сидения. Вот. Механическая коробка передач 5-ступка. Есть кондиционер. Сидишная родная магнитола. К сожалению, подлокотник не дали. Но есть возможность его поставить. Или уже сняли. Вот. И сзади вот тоже вот такой вот, друзья, салончик. Если что-то видно, потому что уже темнеет. Уже наступает вечер, друзья. Вот. И скоро будем закругляться. Вот. Так что как-то так. Так. Ну да ладно. Рассмотрим следующий автомобиль. Это у нас идет уже Audi. Audi. Audi A4 в кузове универсал. 2004 года. 340 тысяч пробега. 1.9 дизельный двигатель. Стоит эта машина 9500 злотых. Это у нас 2000 долларов, друзья. 2000 долларов стоит вот такая вот Audi. В живом таком кузове. На таких вот черных титанах, я вам скажу. Вот. Неплохо. Неплохо. На таких вот, да? В широких арках. Как бы внушительно машинка смотрится. Честно говоря. Давайте рассмотрим быстренько сзади. Вот такая вот Audi. Вот такая вот Audi. Здесь имеется на продаже. Ну, вполне неплохо. Давайте рассмотрим салон. Ух. Не, неплохо. Так. А что неплохо? Два стеклоподъемника, к сожалению, Audi дали. Вот. Здесь у нас имеется руль. Руль немножко подизношен. Вот. Так. Что здесь у нас еще имеется? Есть кондиционер. Подогрев сидений. Очень хорошо. К сожалению, подлокотник они не дали. Салон. Салон в очень живом состоянии, друзья. Вот такая вот Audi. Здесь на продаже. Здесь и сейчас, друзья. Ну, да ладно. А мы переходим к рассмотрению двух последних автомобилей. И будем закругляться. Погнали. Итак. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. А что это у нас такое? Это у нас Opel Astra. К сожалению, к сожалению. Ага. К сожалению, отставить, к сожалению. Ценник есть. Сейчас я его достану. Секундочку. Ух ты, блин. Мне уже нравится салон чем-то. Опять же, к сожалению, Opel не дал подлокотник. Итак. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Это у нас Opel Astra. В кузове хэтчбэк. Две двери, да? Вот. Opel Astra. 2006 года. 213 тысяч пробега. 1.3 дизельный двигатель. Стоит эта машина 7 тысяч злотых. Это у нас полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов за вот такую вот Astra. За вот такую вот Astra, друзья. Состояние кузова в очень живом состоянии. 213 тысяч пробега, друзья. Вот такая вот машинка. Вот. Давайте быстренько рассмотрим салон. Итак. Что здесь у нас по салону имеется? Ммм. Какая вот оранжевая, да? Типа как строчка. Что это такое? Такие типа как алюминиевые вставки. Прикольно. Вот так. Здесь у нас имеется руль. Руль, конечно, слегка подизношен. Вот. Что здесь у нас еще имеется? Механическая коробка передач, шестиступка. Хорошо. Есть кондиционер. Вот. Родная магнитола сидишная. Вот. Подлокотника они не дали. И состояние сидений достаточно в живом состоянии, друзья. Ну да ладно. Вот такой вот апелечек здесь на продаже, естественно, сейчас. За полторы тысячи долларов. Ну а мы переходим к завершению. И будем уже рассматривать вот такой вот Golf. Давайте рассмотрим, что это у нас такое. Так, это у нас Volkswagen Golf 5-го поколения 2004-го года. Двухлитровый дизельный двигатель. Стоит эта машина 10 тысяч злотых. Это у нас 2100 долларов. 2100 долларов стоит вот такой вот, друзья, Golf. Вот такой вот Golf. Вот такой вот гольфец. Такой вот в темно-сером цвете. Вот. Достаточно в живом состоянии. На таких вот Volkswagen титанах. Вот. В принципе, как по мне, за 2000 никогда его в Украине не купишь. Это слишком дешево для такой машины. И, конечно же, он закрыт спереди. Так, сзади у нас я вижу сразу стеклоподъемники есть. Очень хорошо. Достаточно живой такой салон. Приятно пахнет. Вот. Так, что здесь у нас? Ничего он за этот... Походу сигнализация сработала. Почему она бесшумная? Безвучный режим что ли? Ха! Ну, короче, тут надо к электрику, судя по всему. Вот. Ну, да ладно. Рассмотрим, чтобы он сделал, чтобы закрывались все двери от центрального замка. Так, друзья. Рассмотрим салон. Что здесь у нас по салону? Вот так. По салону у нас имеется тканевый салон, механическая коробка передач, шестиступка, руль. Руль в живом таком состоянии. Вот. И, конечно же, есть кондиционер, друзья. Там такой экранчик мы видим. Короче, тут, наверное, плохо видно. Ну, да ладно. Вот. Подлокотник, к сожалению, не дали. Вот такой вот, друзья, автомобильчик здесь и сейчас стоит на продаже. Вот. Две тысячи долларов. Вот такой вот гольфец. В общем, друзья, мы рассмотрели достаточно много автомобилей. Если вам понравился какой-то автомобиль, вы всегда можете подъехать на этот автокомиск, ребятам. Вот. Здесь вы можете такие вот машины приобрести, купить, рассмотреть, посидеть, проехаться, зато издрайвить и так далее. В общем, друзья, вот такие вот цены. Вот такая вот Польша. Это город Вроцлав. Все ссылки, все адреса, все координаты, все будет в описании. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok